всем привет ребят вот это и вся вся еда пепа то есть сегодня уже понедельник а это уже 11 день начиная с пятницы как она перестала есть и чтобы вы там не писали по поводу гранулы все животные у меня на дворе едят эту гранулу и у всех все хорошо то и пишут что да и она и травилась гранулой да там что-то в той грануле что ей не нравится она ела гранулу ребят начиная начиная с марта месяца как у меня появился гранулятор и она ела ее как не в себя то есть она ела ее очень много и сколько ей не насыпка это она все съедала и сворачивать ее отсутствие аппетита на гранулу но не не может быть правдой так что то что она сейчас не ест никак ни на что не влияет на другой ком сварили кашки да это да это вы видели я и давал кисляк ну то есть просто квашу и яйца и разбивал и так и в рот давал яйцо просто целое чтобы она его сама погрызла и прям перед носом разбивал и концы полна этот и выпускал во двор она травку там одну какую-то грызнула и на этом все то есть как бы я не знаю что мне с ней делать я уже ей проколол все что можно сделал все процедуры которые мог температуры у нее нету вот я вам специально не убирал вот показываю как она ходит туалет как коза понимаете но я думаю кто держит коз знает и она хочет слинять от своих малых то есть она хвостиком виляет 10 дней ничего не ест но при этом что-то ждет что она ждет я не знаю вы мне пишите корма малым поставь вон ребятки и вода и корм каждый день есть мобильничек вчера пропал то есть вот так вчера у меня не было ни настроения у меня и так болела голова и это я не знаю что с ним произошло у вчера пришел а он уже холодный вот так 8 поросят у нее против тех которых кормит джессика они просто реально в два раза меньше вот так почему этих не убрал ребят потому что свинка толстая поросятки хорошего нее пусть кормят будут крупнее мне не жалко ну вот так этим насыпал только что кому сейчас утро я только пришел сходили с вами в больницу взяли справку отправили ваню в школу он целую неделю не ходил в школу потому что он сорвал себе желудок ну вот так сейчас сегодня пошел что вы сейчас уже 10 часов ну и вот так этим красавчиком он понасыпал потесошка пузатенький хорошенький да красавчик ты пуль пойдешь гулять но я тебя выпущу чуть попозже ой красоточка отрезал отрезал по срезал копыта покажи ножки покажи ножку покажи ножку покажи ножку она одно копытце сломала она гуляла три дня назад была в охоте и она вот лезла вот сюда и сломала надломила одно копытце она вот так висела я взял обычные вот эти сейчас покажу взял вот эти обычные садовые ножницы или кусачки как они там называются очень отлично ними срезать копыта поросятам ну вот свинкам у которых они отросли покажи ножку ну покажи хоть одну дай ну дай не хочешь покажи ножку ну ой вон смотрите видите как по подрезал сделал ей были остренькие сделал квадрат можно конечно чуть еще короче но я срезал где-то два сантиметра вот так а на задней ножке немножко он надломился и в она немножко даже вчера кровила но сейчас уже нормально она себя чувствует кушает она хорошо поправилась хорошо уже уже все то есть вот эту последнюю охоту пропустили в двадцатых числах июня они будут покрываться уже на поросат будем ждать на осень что делать с пепой я не знаю ребят я нужно я не могу с ней воевать поэтому что будет то будет не надо мне вообще уже писать по этому поводу понимаете у меня уже нервы не в порядке с ней вы пишите что в прошлом опоросе она тоже бросила кушать но она просто бросила кушать а в этом году она с этим опоросом она это сделано сделала с началом рвоты то есть как бы немножко страшнее ситуация в этом году потому что ничего не понятно за стоя в желудке нету раз она хоть понемножку но ходит в туалет значит она там 3-4 гранулы тем все-таки какие-то кушает ну а почему у нее такой ужаснейший просто отсутствующий аппетит я ума не приложу вот так этих красавчиков ну может завтра послезавтра заберу посмотрим большие уже хорошие сейчас утро я сегодня первую ночь не загонял гусят сюда вот вчера тут почистил он какой грязный болт стал пусть сохнет а гусятки у меня паслись паслись то есть паслись ночевали уже здесь большими гусями которые сидят на яйцах ты чё тут обижала тебя гусынька пошли пастись пошли и ну вижу что гусыня будет водить всех буквально дней 5-7 и они они все привыкнут друг другу вот так идем сюда гуси 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 пионки пионки пионы расцвели вот такой красивый один один куст расцвел автор этот вот видите такой яркий а тут беленький расцветет скорее всего завтра ну вот так видите малышня уже с большими ходят в одном стаде хотят за ночь за ночь изголодались за травкой щипают даже американский подсолнух вы видите как вот так ну вы мне пишите в роликах под этим ну с огорода что почему такой чистый огород ребят да ничего он не чистый он просто полится у меня у меня же я же вам говорил что в этом году у меня работает тетя оля которая мне полит огород ну как минимум три раза в неделю ну май был тяжелый много собака воет у кого-то ну то есть много было праздничных дней и много было дождей и у нее у тетюли было несколько дней занятых там документы что ли какие-то делают и в общем мало она в этом месяце было дней но при этом все равно огород выглядит более-менее хорошо здесь полкой все полится ну вот этой штукой которую я показывал ну а так в огороде она все делает я тоже бывает выхожу но больше это делает тетя оля вот так вот огород покосили то есть сад покосили и уже опять начал после дождичка понемножку зарастать спрашиваете по поводу груш да груши ребятки уже уже на деревьях висят большие вот и их много вот так нужно будет обработать деревья чтобы груша была не червивая по поводу винограда посынкования еще ничего не делали но кто тут столько понавылазило разных кустов что нужно будет их все вот так по удалять потому что много не надо единственное оставлю побеги на которых есть грозди вот винограда видите хоть они и не все нужны эти грозди но ну вот побеги но тут где есть груз просто через два листка вот так по убираю и просто чтобы было ветка с гроздью а потом она на на осень удалиться дождя сегодня не было ночью так что помидорки сейчас мы сходим я вам покажу вы видели мы вчера с мариной так бегут бегут эти ахламоны сейчас три секунды и будут у кого-то в огороде не услежу или станут с краю будут пастись потому что не ели давно вот тоже видите весь куст с загроздьями винограда видите сколько жалко жалко такие удалять вот так вот это все не нужно потому что кустом нужно сформировать в этом году его не кустом этим ну плеть оставить высокую вот так а тут сколько деток с виноградом из побегов жалко вот так вот эти вот гость вот 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 из земли так высадки пасутся и тут вся с гроздьями и вот видите вот вот ну как такой удалить жалко ведь тут нету можно убрать тебя нету и этот можно убрать вот так нужно оставить несколько плетей которые в этом году вырастут и уже с них сформировать кусты на следующий год ну а так остальные просто поставлять для винограда вот так как тоже вот эти три не нужны вот так когда обрежешь со старую ветку сейчас по весне будет сок течь а молодой побег когда удаляется сок не течет я не знаю почему так но она работает именно так вот так вот все что мы вчера посадили все стоит смотрите это огурцы не меренга потому что на рынке уже меренги не было купил то что есть я даже не запомнил как он называется но я просто хотел чтобы меня было немножко больше огурцов а вот эти огурчики которые я вчера с мариной рвал уже ну то есть урожай собирали это меренга это f1 ну то есть партенокарпический сорт который не дает пустоцвета каждый цветочек это огурчик под каждым листиком вот два штуки я вчера тут сорвал вон огурчик вон огурчик следующий завязывается тоже огурчик так что вот ну вот помидорки которые мы вчера с мариной посадили конечно они немножко такие подуставшие сейчас но все равно сегодня пасмурная погода возможно будет дождь потому что парит и у них все будет хорошо буквально день-два я их окучу и будет красота вот так ну а эти помидоры вот много-много людей из вас написала что в пи в этом году первый раз попробует садить так смотрите ребят сейчас я вам все покажу смотрите когда когда вы окучиваете куст смотрите он пускает по всему побегу корни вот это стебель здесь не должно быть корней понимаете но вы его окучили и он пустил корней в разы больше а это даст мощности кусту то есть куст будет сильнее намного чем те кусты которые которые не окучены понимаете вот какой-то паразит сгрыз мне помидор вот смотрите все вот и нет его тут должна быть такая огусеница черная но я ее не нашел вот видите и такое у меня тоже бывает все вот смотрите видите и поэтому стволу тоже вот начали лезть корешки то есть если корень вот там был глубоко то сейчас когда куст окучился он начал давать намного больше корней и так будет полностью по всему стволу эти вот какие мощные вы видите они то и хорошие садились но при этом сейчас они растут на глазах и они ни разу не поливались и не будут я их еще кучу выше вот так и будут помидорки и по поводу остального ну то есть морковка свекла и картошка картошка здесь не родит не родит правда ребят если она уродит у нас на огороде то она уродит у всех понимаете то есть урожай будет и тогда она будет дешевая если она не уродит у нас то она не уродит ни у кого и тогда она будет дорогая то есть как бы я себе покупаю 10 сеток я уже много раз об этом говорил и мне на всю зиму хватает у нас еще он полторы сетки лежит в погребе по поводу свеклы со свеклы очень много заморочек потому что ее сожрет обложка то еще что-то и свекла на рынке стоит 3 копейки вот реально 3 копейки это самый дешевый овощ у нас всегда он три гривны стоит я покупаю себе чашку кофе вот одна чашка кофе это красной свеклы мне на всю зиму понимаете вот к чему я говорю так что вы должны понимать и морковь морковь я не знаю будет она родить не будет родить уже поздно я не хочу садить морковь потому что она недорогая ее тоже нам много не надо ну вот так вот то что я задумал я уже все в себя на огороде посадил как-то так вот игрушки видите сколько красивые красота слить и много 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 вот так пасутся гусятки вот смотрите из-за двое а по двое оказывается дичка яблони был вырос вот такой куст его нужно выкорчевать а на привое посмотрите сколько груш не фантастика другому не скажешь вот так сегодня гусятки смирно пасутся убегают от меня потому что у меня в руках волшебная метла и вот грушки эти видно видно вот так и вот ну то есть как бы груш будет много с яблоками с яблоками не так вот грушки толгарская красавица вообще вся в грушах но там немножко тля напала нужно как-то с ней побороться немножко а вот дерево вот такого дерева я себе не покупал это яблоня и это самая я ранее яблоня здесь в саду и и всегда валом яблоко такое зеленое с ним небольшим красным боком но она всегда родит настолько сильно и очень-очень при очень быстро обсыпается это дерево то есть она вот не успела завязаться и в конце июля эти яблоки уже валяются на полу вот столько смотрите как ветки увешанных и она вся такая а такого дерева я не покупал при том что она одно полностью в саду одно такое дерево другого такого нету хотя и все деревья покупал по 5 ну то есть каждого сорта сорта по 5 деревьев и куча деревьев которые не родят вообще ни разу не родили вот смотрите цвело помните красиво есть хоть один нету ни одного яблочко совершенно вот соседка такая же вообще нету эти нету что ему делать гвоздь нужно забить ржавый гвоздь в ствол забить и многие говорят что вот гвоздь гвоздь он как бы спровоцирует дерево на цветение нету ни одного яблока на этом вот есть смотрите здесь будут яблочки вот видно видно я думаю это вот зайцы испортили крайний ряд мне попортили зайцы половину деревьев так что вот так так пасутся пасутся вот груша смотрите вот это карликовое дерево тут висит груши так для для прям нужно срочно обработать есть препарата продается и в ветеринарной аптеке ребят и продается в магазинах там где продают семена называется октофит он это это не химия и очень хорошо действует на тлю прям смотрите что поделала нужно срочным образом обработать деревья от ли этот препарат бывает тля нападает на огурцы огурцы собираются через день а то и каждый день поэтому химии нельзя потому что у препаратов ну то есть у химии которые действуют на тлю у них срока после которого нельзя принимать в пищу те или иные овощи или фрукты больше трех недель актофит это биологический препарат который можно уже кушать но плоды через двое суток или даже ну да через 48 часов поэтому вот этот препарат берете там вроде разводится я точно не помню по инструкции и обрыскиваете деревья это карликовая груша на которой висят вот такие большие груши которые я ни разу не ел потому что они деревянные это просто убивать вот их много в этом году завязалась но из от ли сейчас еще и по обсыпаются вот паразиты муравьи как работают да порасставляли своих дойных коров и ползают дают и вот прям вот это та грушка которая говорил что твердая твердая потом внутри каша пасетесь это я так с вами похожу пока попасем это бэра боск масляная это вкусная грушка мягенькая вообще красота это же вот в этом году ее много видите на каждой веточке есть но вот это моя любовь среди груш есть еще конференция но у меня нету конференции нужно посадить это толгарская красавица смотрю что и на нем уже полно тли муравьи не дремлят видите сколько тли ну и груш и груш тоже валом нужно обработать срочно он паразиты по стволу туда-сюда туда-сюда смотрите как листья покрутили но это не хорошо и вот груша это на в на этом дворе она росла это такая же как то то есть твердая твердая внутри каша очень быстро вот ой спасемся детки да уже на она напаслись вот яблоко чемпион очень вкусное яблоко это мы садили смотрите какой не как неправильно сделано то есть подобран привой с подвоем у них ну то есть рост не никак сказать не пропорционален то есть подвой растет намного быстрее чем привой то есть смотрите какой толстый пенек снизу на месте прививки какое тонкое дерево сверху это неправильно правильно это когда вот так вот сейчас вам нагружки покажу прям отчетливо видно вот смотрите видите вот место прививки подвой и привой примерно одинаковой толщины а вот вот это место и такая тоже о чем я вам рассказывал это здесь залазят под кожу жук и тоже вот такой паразит мне испортил очень много деревьев то есть залазят под кожу под кору и вот так по кругу пролазит прогрызает и дерево падает издевательство они жуки ну вот так у этой игрушки тоже примерно так же смотрите вот место место прививки эти низ и век примерно одинаково она и шла в три ствола я не знаю кто так делал это дерево тут росло это не мое и вот один ствол это уже при мне отломался ну вот так все детки наелись наелись и крыжовник обожаю крыжовник зеленый даже больше чем спелый смотрите как много смотрите видно здесь два куста и они просто усыпаны красота наелись детвора наелись он шея какая сдвоенная получилось видите сколько напхались травы правильно хватайте сейчас пойдем назад в двор пройдет часика два я вас еще выпущу поедите ну вот так все друзья всем большое спасибо за просмотр пойду на тот двор всех кормить да и здесь нужно еще свинюшкам добавить водички этим долить ну как-то так сюда я не добралась пока нет эти какие бороться и бороться надо постоянно со всеми вредителями все понаедались хватит посидеть лежа всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока